аллилуйя 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 слава богу друзья аллилуйя славим господа ибо он благ ибо вовек милость его приветствую всех друзей церковной реформации приветствую всех из города киева вот сегодня такая дождливая погода здесь я сейчас на волчьей горе здесь эта улица малышка и волчья гора находится между метро черниговская и дарница вот так вот так что в таком приготовлении к шабату субботе великой великой субботе да эта суббота она наступающий сегодня вечером она так и называется шаббат агадоль то есть буквально суббота великий великий потому что шаббат суббота да это женского рода агадоль агадоль это уже мужского рода слова вот интересно поэтому немного как бы так странно сочетание так звучит шаббат агадоль то есть получается суббота велик но это лишь поначалу странно выглядит на самом деле когда вникаешь в суть вот этого шаббата именно этой суббота предпасхальной субботы вот до начинаешь понимать почему именно такое наименование прошло сквозь тысячелетия до исполняется 3331 год со дня великого исхода из царства тьмы из царства египетского в землю обитованную и 10 ниссана выпала на субботу перед нашим выходом из рабства да вот я буду об этом говорить сегодня вечером вот подключайтесь друзья 18 00 вот я постараюсь как раз об этом рассказать более подробно вот но уже сейчас скажу что шла речь о не просто нашем выходе из рабства шла речь идет речь о казнях египетских и именно о последней казни когда бог повелел упреждая эту трагедию он велел всем верующим ягнят агнцев приготовлять привязывать их у себя 10 числа ниссана и это выпало на шаббат выпало на субботу конечно это послужило для многих поводом может где-то разочароваться в лидере вот этого великого исхода в моисея имеется ввиду имею ввиду значит и для кого-то это было наверняка преткновением потому что хотя до юре заповедь о шаббате о субботе еще не прозвучало но де-факто она была всегда у сынов якова и на протяжении всех там 400 лет рабства а все равно сохраняли шаббат субботу а чтили день господень и даже насмотрщики даже палачи вот угнетатели народа божьего египтяне египетские эти насмотрщики они прекрасно понимали что раз в неделю евреев как говорится не контуй не трогай и рабы 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 рабами как говорится но суббота по расписанию рабство рабством но евреи в отличие от этих рабов других народов которые были в рабстве допустим да в египте были были рабы с разных народов но именно евреи будущее даже рабами но отстояли ну скажу так островок свободы это было как знать как тлеющий такой огонек как как в костре подухшим таял уголек тлел такой уголек и это дало возможность впоследствии я считаю произойти великому чуду освобождение это знаете ли можно сравнить так что раздулся из этого из этой искорки пламя огромное раздулась вот люди даже находясь в рабстве но богу давали пусть мизерное совершенно мизерное небольшое совершенно право действовать как бы или же напоминание о всевышнем сохранялась мизерное ничтожное казалось бы но она сохранялась до были рабами до рабы но вот как бы искорка свободы тлела в сердцах миллионов порабощенных евреев миллионах трудящихся и это искра горела горела слава богу и слава богу господь из искры воспалил огромное пламя впоследствии великого исхода божьего народа до исполняется вот в эти дни происходило все это сегодня уже седьмое несана да ой время бежит и приближается пасха остается неделя до великой пасхи аллилуйя вот и благоставляю всех вас сейчас есть на волчьей горе это гора нестерова это очень интересное историческое место когда-то было далеко за городом и здесь нестеров с товарищами они на своих этих этажерках на которых ты смотреть-то страшно но они умудрялись на них летать это были пионеры будем договорить летчики слава богу вот так вот друзья так что благоставляю всех вас во имя господне 18.00 подключайтесь к эфиру который будет посвящен как раз приближающемуся празднику пасхи 18.00 по киевскому времени подключайтесь вот а сейчас что ну благоставляю всех вас во имя господне благоставляю во имя иисуса христа с волчьей горы с киева пою благословение не знаю здесь говорят волки водились раньше но при царе батюшке еще до того как их нестеров здесь распугал аэропланами говорят здесь собирались на этой горе волки и выли вот но сегодня пришло время нам прославлять господа и на волчьей горе здесь в киеве пусть прославляется имя всемогущего бога святого так что пою благословение на вас возлюбленные да благословит тебя господь и сохранить тебя да призрит на тебя господь светлым лицом своим и помилуй тебя да обратит господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя иисуса христа аминь из города киева с волчьей горы божьей милостью архиепископ сергей журавлев реформаторская православная церковь христа спасителя мир всем вам и благодать да умножится сегодня 12 апреля 2019 года в гражданском исчислении лет а в библейском исчислении сегодня седьмое ниссана пять тысяч семьсот семьдесят девятого года от сотворения мира ну и также три тысячи триста тридцать первый год от нашего исхода исхода божьего народа шалом ну и шаббат шалом с кем не увижусь вечером в эфире с богом благословляю всех вас да сегодня штатив я взял а вот эту штучку которая где крепится камеры забыл к сожалению поэтому воспользовался здесь только лишь вот скамеечкой вот ну вот так вот друзья вот это собственно гора волчьи гора называется она здесь волчьи гора здесь сосна нестера говорят как раз та самая которую он там покалечил в то время вот в ту сторону дарница станции метро дарница на той стороне там церковь собор христа вот видно здесь за бигбордом вот а туда станция метро чернигевская вот здесь мемориальный камень установлен кстати можно будет подойти этому мемориальному камню прочесть что здесь пишется истеричная местность Вовча гора на этом месте в 1913 году на этом месте в 1913 году произошли первые в истории военно-технические эксперименты с корректированием артиллерийского огня под коревництвом авиаторев не старого крутая так крутая вот здесь такие события происходили впервые в истории надо же историческое место на самом деле вот вот этот мемориальный камень памятный весна берет свое природа расцветает слава богу благословение вам всем во имя господне аллилуйя